Добрый день! На РБК региональные новости мы вещаем из Аталия Ширатон-Плаза в студии Маргариты Гафарова. 7,5 миллиардов рублей направили на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» и поддержку IT-отрасли в Башкортостане. Существенный объем средств пришелся на ипотечное кредитование, гранты, льготные займы. Об этом сообщил глава Минцифры Республики Геннадий Разумикин. На гранты местным IT-командам в прошлом году выделили 12 миллионов рублей из республиканского бюджета. Условием получения мер господдержки в виде налоговых льгот, освобождения от проверок, отсрочки от призыва на военную службу и т.д. Является аккредитация в Минцифры страны. На сегодня ее имеют 225 компаний Башкортостана. Интересная статистика. У нас зарегистрировано 3 312 IT-компаний на территории республики. Аккредитация на сегодняшний день имеет всего 225. Главная причина в том, что индивидуальные предприниматели у нас не попадают в эту категорию, а их у нас 2182. Соответственно, потенциально у нас могут быть аккредитованы 1130 компаний. Мы сейчас запустились в проект, когда мы можем выдавать эту аккредитацию. Надеемся, что количество этих компаний у нас существенно увеличится. По словам главы Минцифры, существенный импульс для IT-отрасли дали налоговые преференции. Для компаний с общей системой налогообложения ставку снизили с 52 до 9%. Для тех, кто работает по упрощенке с 6 до 1%. При этом, по данным ФНС, общие поступления налогов выросли. К примеру, в 2021 году было уплачено 1 миллиард 800 миллионов, в 2022 почти 4 миллиарда. Министерство лесного хозяйства готовит по меньшей мере 8 претензий в адрес предприятия-арендаторов. Они не выполняют требования по восстановлению вырубленных лесов. Об этом сообщил глава ведомства Марат Шарафудзинов. Он подчеркнул, что это в первую очередь касается компаний-заготовителей уфимского фанерного и фанерно-плиточного комбинатов. Они арендуют территории в Аскинском, Белокатайском, Белорецком районах. И аналогичные претензии возникли к лесопромышленной компании «Селена» и индивидуальным предпринимателям. Если предприятие не выполнит работы, это станет основанием для досрочного расторжения договоров аренды. С учетом этого я поручаю контрольному блогу нашего министерства провести претензионную работу по обязанию указанных лесопользователей, провести работу по исполнению указанных обязательств в текущем году. То есть, если условно говоря, нам фронт, что это выполнение было 15, в этом году необходимо сделать 25. Это будет тяжеловато. При этом надо учесть, что со следующего года уже 30% искусственного лесовосстановления должно выполняться с применением сеянцев в закрытой корневой системе. Ежегодно в Башкортостане выращивают порядка 50 миллионов штук сеянцев. В том числе 3,5 миллиона вырастили в прошлом году с закрытой корневой системой. Эти объемы, по словам министра, полностью покрывают потребности всех республиканских лесопользователей. Остатки реализуют соседние регионы. На сегодня в лесхозах Башкортостана имеется 64 питомника открытого грунта и 65 теплиц для выращивания сеянцев с закрытыми корнями. Здание торгового комплекса «Центральный» в Уфе выставили на продажу за 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Объявление размещено в сервисе объявлений «Авито». Площадь здания составляет более 47 тысяч квадратных метров. Покупатель получит как комплекс павильонов, так и трансформаторную подстанцию и землю под ними. Все объекты, за исключением участков, обременены правом аренды и ипотекой. По словам экспертов рынка коммерческой недвижимости, комплекс «Центральный» безусловно ликвидный. Подобных торговых площадок с парковкой в городах-миллионниках не так много. Актив будет интересен как локальным инвесторам, так и крупным паевым инвестиционным фондам. При определении цены объекта, скорее всего, закладывался потенциал привлечения в торговый комплекс крупных федеральных арендаторов. Для таких крупных активов большое значение при продаже имеет состав цены. То есть, сколько средств нужно вложить непосредственно в покупку, а сколько принять на себя в виде обязательств долговых по кредитам и понимание того, насколько хорошие условия обслуживания этих кредитов. Соответственно, чем больше кредитные обязательства и меньше фактических средств нужно нанести сейчас, тем большему количеству инвесторов это будет по плечу. Суд прекратил банкротство центрального рынка в УФИ в декабре прошлого года. Руководство торгового комплекса и семь конкурсных кредиторов компании заключили мировое соглашение. По нему «Центральный» должен в течение 10 лет погасить почти 3,5 миллиарда рублей долгов. Самая крупная задолженность в 3,2 миллиарда рублей образовалась перед управляющей компанией «Геокапитал», которая в 2021 году выкупила долги «Центрального» у банка «Траст». «Газпром» газораспределения УФА разрешили не публиковать финансовую отчетность. Решение принял президент России. Документ опубликован на портале правовой информации. Глава государства включил структуры «Газпрома» в перечень организаций, которые имеют право самостоятельно определять объем и состав раскрываемой информации и не публиковать отчетности за санкционных рисков. В список вошли «Газпромбанк», «Газпромнефть», «Газпромэнергохолдинг», а также «Газпром» газораспределения УФА и другие компании. Это значит, что есть риск введения новых ограничительных мер со стороны западных стран. Напомню, за 9 месяцев прошлого года компания «Газпром» газораспределения УФА получила выручку в размере 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 242 миллиона. В 2022 году о праве бизнеса ряда отраслей не раскрывать отчетность просил Российский союз промышленников и предпринимателей. Власти согласились с такой необходимостью и регулярно продляют такое ограничение. По отдельным предприятиям право устанавливает отдельный президентский указ. Более 15 миллионов рублей отдали мошенникам жители республики за прошедшие сутки. В полицию поступило 29 сообщений о хищении денег, в том числе заемных, сообщили в пресс-службе МВД по Башкортостану. Так, в отдел полиции в Уфе обратился 68-летний профессор одного из университетов. В мессенджере он получил сообщение от руководства. Псевдиректор сообщил ему об утечке данных организации и проинформировал о скором звонке сотрудников банка и службы безопасности. Мужчина поверил позвонившим позже лжеспециалистам. Они ввели мужчину в заблуждение и уговорили взять кредит на 2,5 миллиона рублей. Деньги потерпевший перевел на специальные счета. Когда горожанин понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в полицию. Сейчас в госсобрании разрабатывают законопроект, который позволил бы противостоять кибермошенничеству. Также кибермошенничества обманным путем заводевают кредитами. За эти кредиты приходится платить добросовестным клиентам банка. Тем самым создается напряженность в том плане, что банки сами получают определенную выгоду, хотя тоже противостоят этому явлению. Еще один случай, связанный с мошенничеством, произошел в Стерли-Тамаке. 64-летние пенсионерки позвонили с неизвестного номера и представили сотрудниками инвестиционной компании. Они рассказали о преимуществах роста активов и пообещали легкий заработок. Потерпевшая оформила кредит на сумму более 2 миллионов рублей и добавила к ним более 100 тысяч рублей личных накоплений. В течение трех недель женщина переводила эти деньги своему куратору, который должен был вложить их в инвестиционный кошелек. Однако после отправки средств лжеспециалист пропал. Получить прибыль от вложения кредитных средств в инвестиции пенсионерка так и не смогла. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на руках.